друзья всем привет сегодняшнее видео будет посвящено попугаем карелам многие из вас наверняка знают как выглядит попугай карела и принципе можно не показывать но такого попугая карелу мало кто знает а некоторые даже не знают что бывает попугай карела без щек или без щеки называют его или белосчеки но я придерживаюсь названия карела без щекая потому что вот сейчас у меня вы посмотрите у птенцов у которых щеки серые серое перо растет там видно что там нет белых щек там просто без щекая карела итак друзья у меня появились птенцы без щеких карел которыми я в сегодняшнем выпуске с вами поделюсь похвастаюсь или как ну в общем покажу сделаем обзор по поводу кормления карел как и без щеки так и щекатых затрону немножко эту тему кормление у этих попугаев классическая в плане зернового корма это может быть просто просо двух сортов или одного сорта белая красная затем это может быть овес ну это все зерносмесь просо овес семечки канареечное семя очень любят хорошо сафор также они едят чечевицу любят внук любят кукурузу любят но кукурузу вареную моченую мягкую чтобы можно было пальцем когтями разломать и карела любит сухую не будет сложно но можно очень хорошо кушают они ветки деревьев любые ветки ветки любые это может быть абрикоса это может быть и слива это может быть и акация и береза и липа и тополи и в общем ветки любые еще раз повторяю также и пихта и туя и клен и липа вот по поводу фруктов не очень охотно кушают яблоки не очень эффект вообще не охотно едят овощи очень хорошо любят очень хорошо едят овощи такие как морковь кабачок тыквач редька репа вот это любимые их не фрукты то есть овощи но опять таки к чему приучите то и будет кушать ну допустим к свекле смысла нет приучать свекла она им портит пищеварение и я бы не рекомендовал кормить карелу свеклой морковку пожалуйста кабачок тыква огурец тоже не надо в плане зелени одуванчик подорожник мокрица пырей птичий горец крапива или крапива цикорий кстати для пищеварения очень хорошо карелам в общем вот так вот петрушку нежелательно друзья нежелательно петрушку просто просто услышите что петрушку нежелательно не надо экспериментировать уже некоторые питомники экспериментировали создали журнал создали литературу написали что некоторые карелы погибали от употребления именно петрушки то есть поэтому я вам не советую ну в общем такие дела сейчас крупным планом все посмотрим по поводу жердочек обязательно ставьте жердочки своим попугаем натуральные ветки просто идете в центральный парк и отпиливаете два вот таких вот бревнышка диаметр бревнышка ну примерно два сантиметра полтора сантиметра вот так пойдет и несете эти два бревнышка домой не переживайте там новые ветки вырастут но зато вашей птичке будет комфортно и чтоб кора была это очень полезно пластиковые жердочки выкидывайте если вы любите свою птицу то лучше выкинь жердочки пластиковые поставки с корой не пожалеете об этом нужно вечно разговаривать но вот я вам советую сделать ветки с корой и будете радостны сейчас посмотрим что происходит с ветками попугай кушает эту же кору попугай получает естественный массаж лап то есть это все полезно а пластиковые жердочки это не полезно друзья вот такие вот карелы появились у меня в хозяйстве самец самочка их не родители в принципе такой же рас веточки то что детки пошли в родители кто-то в папу кто-то в маму в этом плане так в данной клеточке попугай сидит примерно уже пять дней даже не примерно а точно пять дней обратите внимание как попугайчик ободрал кору с веточки то есть они таким образом не играются они таким образом кушают кору получают незаменимые микроэлементы которые в свою очередь отвечают за пищеварение птицы то есть условно говоря в коре веток содержатся пробиотики поэтому я рекомендую вам делать своим корелам палочки натуральные уберите пластиковые поставьте натуральные с корой ветки можно ставить любые разные и фруктовые и не фруктовые березу липу то есть запрещенных веток нет вот в плане питания вот так выглядит классический корм для попугаев наверняка все его знают здесь просо овес семечки канаречное семя и так далее ну вот основные зерна я вам перечислил это в принципе хорошо друзья почему я держу корел в такой маленькой клетке наверно возникнет у вас такой вопрос я вам отвечу потому что корела когда ее отсаживаешь от родителей очень дико очень бьется по клетке а в такой маленькой клеточке они ко мне привыкли за пять дней они стали абсолютно спокойны и теперь мы можем работать на приручение этой птицы попугай корела щеката без щека без разницы корела нимфа правильно называются очень хорошо разговаривает пародирует человеческий голос поэтому рекомендую вам приручать и учить разговаривать для этого вам надо изначально наладить контакт с попугаем чтоб он вам доверял будет доверять будет спокойно и будет слушать и будет тогда самое много самое быстро мои покупатели научили своего птенчика за два месяца разговорной речи потом позвонили похвалились так что я знаю что карелу реально научить за два месяца разговаривать итак друзья когда вы принесли с магазина попугайчика карелу посадите его в клетку пускай он там посидит у вас два-три дня вы за ним наблюдайте помет что был нормально это как бы сейчас я не об этом это пускай врачи занимаются в общем сейчас тема не об этом просто вам показываю карелу и как их лучше приручить сажаем в маленькую клеточку но в вашем случае это будет клетка уже которая у вас есть дома я думаю вас там не огромные клетки вот смотрите за пять дней молодая карела стала в принципе ручная вот видите сидит спокойно смотрит берем кормушку кормушку берем насыпаем в ладошки вот так корм очень плавным движением открываем клеточку очень плавным и теперь очень плавно вводим руку в клетку карелы при этом смотрят вы не трясетесь вы не боитесь потому что вы своим страхом напугаете несмышленного птенчика который начнет биться вот таким образом вводите 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 и подводите к попугаю вот так раз желательно побольше семечек насыпать семечки любят хорошо ваш попугай посмотрел и отполз видите он отполз ему не интересно и вот так минут пять поприставали к нему только спокойно будет биться ну сделайте паузу потом снова подойдете потом снова а потом снова так поэтапно постепенно вы будете предлагать зерно но ведь они не хотят но в принципе они напуганы это первый раз у нас сейчас дебют тут и камера и зерно и съемка идет птица конечно в общем вы суть поняли плавно вводите руку зерном если кормите утром то можно утром не покормить в обеду так раз предложить зерно но не сразу примерно пускай посидят они у вас недельку или пять дней хотя бы и по поведению птицы ну вот сейчас по крайней мере видите как птица себя ведет птица условно говоря спокойная бывает сильно бьется пускай ваша рука поприсутствует здесь там минут пять-семь попытайтесь снова подойти видите птица отошла но ничего страшного вы не настаивайте пусть он отойдет осмотрится снова вернется на жердочку и вот таким вот образом происходит приручение происходит контакт с птицей постепенно птица до ведь начнет вам доверять будет кушать корм с руки потом пойдет на руку и вот потом и вот тогда когда уже птица начнет идти на руку спокойно вы можете ее выпускать полетать но в принципе друзья вот все что хотелось сказать тогда можно будет выпускать полетать и птица будет идти на руку и спокойно обратно возвращаться в клетку пока птицу не приручьте желательно не выпускать ее летать потому как она может куда-нибудь улететь удариться об стекло упасть но птица будет бояться перерывать а тогда спокойно и выпустите на этом думаю история жизни этих корел будет продолжаться так что продолжение будет следовать в дальнейшем сниму видео о питании сниму видео о так называемых игрушках для корел что хочу подчеркнуть игрушек для попугаев не бывает игрушки то для людей бывает для попугаев можно использовать веточки с корой шишки разные это как бы у них питание это скорее всего питание в общем друзья до скорой встречи продолжение следует всем пока